С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь прославляет многих угодников, и вы в числе и всех святых, которые присияли на той земле, на которой живем мы с вами, всех петербургских святых. Вот в Пятидесятнице круг святости, который перед нашим взором проходит, он все сужается, сужается. Мы вспоминали всех святых, вообще всех, 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 которые когда-либо были. Потом вспоминали всех русских святых. Сейчас всех святых земли петербургские. Можно так логически продолжить, в следующее воскресенье вспоминать, может, у кого-то в роду были святые, в своей семье. Просто подумать и вспомнить тех людей, которые еще ближе нам, чем те, которые просто наши соотечественники по той земле, а вот являются нашими родственниками. И действительно, мы же не знаем, ну, может, кто-то и знает, может, у кого-то здесь присутствующих прославлен, и святые в родственниках есть, да? Но мы не знаем, может быть, среди действительно наших предков, живших, вот, действительно были люди, которые у Бога прославлены. Церковь их не знает по именам, да? Вот, а они молятся за нас. Может, благодаря их молитвам мы здесь сейчас находимся, в храме, имеем возможность сюда приходить, прославлять Бога, вот, и молиться всем святым земли Санкт-Петербургской. Эта череда праздников, посвященных святым, она ставит в центр нашего размышления духовного какого-то, вот, тему святости. Да, много о ней говорили, рассуждали, что это такое, чем святой отличается от несвятого человека, как стать святым. Все люди призваны к этому, мы читаем это в Евангелии, «Будьте святы, как Отец ваш Небесный, свят, совершен, есть». Вот, мы смотрим на себя и не находим ничего того, что, как бы, казалось бы, должно быть в нас. Да, мы видим иконы святых, мы читаем их жития, казалось бы, это люди, которые какие-то, вот, действительно, небожители, да, вот, дарования, которые были им даны, не сравнимы с нашими, да, вот, и те добродетели, которые у них были, мы не находим их в себе, видим в себе совсем противоположное. Но, на самом деле, вот, святость — это движение человека к Богу, это избрание, святость само по себе означает избрание некое, да, вот, отделение человека, вот, здесь такая результирующая сила, да, вот, если много векторов действует на одно тело, вот, есть результирующие в итоге вектор, которые, куда, собственно, и движется это тело. Вот, в душе человека вот эти многие вектора, они преобладают, вот, какова результирующая всех этих сил, движений наших внутренних, вот, это и определяет, будет человек святым или нет. Вот, потом из катехии написано, что святой человек, который больше всех других понимает свое недостоинство, и от этого больше всех нуждается и призывает спасителя. Вот, если так посмотреть, то можно найти зацепку, благодаря которой мы можем двигаться по пути святости, потому что, видя наше достоинство, наша немощь, наши слабости, мы должны восходить в понимании того, что, как, сколько много нам необходим спасителя, да, вот, его благодать, его божественная помощь, и через это мы возрастаем в молитве. Когда отца Иоанна Кронштадтского спросили, как же так, вы столько, по вашим молитвам столько чудес происходит, да, а вы не, как бы, умудряетесь не гордиться этим, не тщеславиться этим. Он говорит, а я знаю просто, что если бы такие дарования были даны кому-то другому, более достойному, он бы сотворил в тысячу раз больше, чем я. Вот, он, не человеческая логика такая, да, потому что он же видит, никому такого не дается. Я, следующий шаг, значит, я достоин этого, значит, я такой великий. Вот, а у святых у них другая логика, они именно следуют логике, которые после Павла говорит, что сила Божия совершается в немощи, и вот они искренне видели это, видели то, что вот иногда не благодаря, а вопреки тому, что есть в нашей душе, вот, Бог действует через них, парадоксальным образом избирает этих людей, готовых следовать за ним, вот, и действительно ставит их как посвечники, чтобы они святили окружающим людям, приносили пользу окружающим людям, были свидетелями любви Божьей каждому человеку, даже самому грешному, самому последнему, вот, казалось бы. И вот поэтому, вспоминая святых, молясь о них, мы смотрим на себя, конечно же, вот, и вот это должны чувства потребности в Спасителе, потребности в Боге, потребности в Его помощи нам должны воспитывать, да, и если это есть, тогда результирующее наших всех душевных устремлений, оно будет все-таки направлено на небо, вот, тогда мы все-таки будем согражданами тем святым, которые вот уже дошли до этого пути, уже предстоят в престол и молятся за нас, когда мы будем достойными преемниками всех святых и земли, и всех святых русской земли, и всех святых, которые просияли на нашей Петербургской земле, и которых мы сегодня прославляем. Дай Бог нам быть достойными преемниками их молитвы, в их стремлении к самому главному, что есть в жизни, Богу и Его Царству. Аминь.